Hello Leute, привет друзья! Сегодня я хочу представить вам сравнение двух конкурирующих однокалибровых моделей полочников. Это мониторы Neumann KH-150 и Air Pulse E300 PRO. Мне такое сравнение показалось корректным, потому что многие люди все-таки одержимы идеей купить мониторы домой, а я против этого. Я аргументирую тем, что мониторы создают нейтральный звук, который нужен для работы, для точной работы над материалом, чтобы потом сведенный материал на этих мониторах мог быть адекватно воспринять любой акустической системой, без характерности звучания этих мониторов, внесенных в микс. А колонки дома призваны доставить вам удовольствие, нам с вами. Кстати, о колонках. У меня новые колонки, некоторые люди спрашивают, что за колонки, если вам интересно, напишите я. О них немного расскажу, не сильно вдаваюсь, потому что они давно не выпускаются. Это винтажа, я ее нашел на помойке, честно говоря, не нашел на помойке, а обменял на пиво, вот, но мне они очень нравятся. То есть я был поражен разницей, с которой эта трехполоска звучит в сравнении с той двухполоской, которая у меня была еще более примитивная. Так или иначе, это примитивная колонка. Не подумайте, что я тут, как бы, чем-то приобрел, превозрос и приобрел нечто дорогое. Также вы можете видеть здесь коробочку черную, в которой находится предусилитель-корректор Николая Сухова, последняя версия на SMD-компонентах, которая меня тоже поразила своим звучанием. То есть, ну, она меня давно поразила, когда я услышал звучание. Просто сейчас я ее собрал по заказу одного уважаемого мною человека. Здесь он меня попросил, у него аппаратура за огромное число денег, и вот, в частности, он хочет для EMC и AMM-картриджа корректора. Он сравнив этот со своими, сказал, что очень меня об этом опросил, поэтому это дело. Итак, о этих колонках, о сравниваемых мониторах Neumann. Это довольно дорогое изделие на базе 6,5-дюймовых динамиков. Кстати, выполнено обе модели, поэтому я решил их сравнить, с чем возможным. Это реально однокалибровые модели, то есть, нельзя сказать, что какая-то имеет преимущество в плане объема корпуса, и стало быть, свойств на басу нет. Вот они одинаково, только Фил Джонс видит это по-своему, а он бас-гитарист, напомню, и шарит довольно здорово в басе, по крайней мере, вообще в звуке, и при этом он инженер, разработчик этих систем. А Neumann, это одна из ведущих германских производителей мониторов и разработчиков мониторов, которые много лет занимаются одним и тем же, вот, развивают свои линейки мониторов, и они имеют огромный рейтинг в мире, то есть, мониторы Neumann, микрофоны Neumann, наушники Neumann, Sennheiser, сейчас это вместе работает, объединилась фирма, вы должны понимать, что это бренд, это единица, это величина, в то время как в Air Pulse, кроме поклонники Edifier, ничего не слышали. Итак, две разные подачи, две разные, кстати, высокочастотные секции, что очень важно для любителей чистых Сибилян и Абертонауф, это может оказать решающее значение, кстати. Но обе концепции ленточного ветра у Air Pulse и купленного у Neumann имеют свои преимущества, очевидные, проистекающие из них какие-то недостатки. То есть, что любое свойство может нравиться, может нет, не так ли? И вот поэтому излишняя частота, прозрачность, звонкость, все это может оказаться негативным в определенных обстоятельствах для определенного человека. Поэтому это сравнение мне показалось интересным. Я не буду особо долго вдаваться в то, как мне кажется, что из них лучше, хуже. Каждая из них хороша по-своему, но при том, что Air Pulse выполнены симметрично, как они там пишут в описании, то есть в каждой колонке находится электронная начинка с блоком питания, ну очень похоже на мониторы, но мониторы не так связываются друг с другом. Эти же колонки повязаны и сигнал подается на одну из них. Ну это не важно, допустим, но закос имеется в виду под мониторы такой конкретный, но тем не менее они, эти Air Pulse, обладают расширенным набором интерфейсов, коррекцией, я не буду там дальше в описании рассказывать сколько именно децибел, вы можете это посмотреть в обзорах этих систем или просто в даташитых, вот, но поверьте на слово, что Air Pulse более адаптированы для дома, для конечного пользователя, нас с вами, чтобы мы могли его более тонко настроить, во-первых, помещение под свои нужды, под свои вкусы, под свой репертуар. Меню хотел сказать, нет, не в тот случай. Вот, мне кажется это, это кстати очень интересный калибр, он уже произрос от пяти дюймов оторвался басовиков, это уже шесть с половиной дюймов, которые вполне могут работать без саввуфера, вот, во-первых, и начинается очень тонкая борьба за высокую середину, то есть за тот диапазон, где динамик начинает работать, как я показал в своем видео о диффузорах, можете посмотреть, оно заставит вам радость, я уверен, ну, радость и отчаяние, честно говоря, потому что мы поймем, что мы слушаем, в общем, угрюмый резац такой, и все это достигается за счет невероятных компромиссов, упрощений и все это очень условно. Но, тем не менее, вот два диффузора от Нойман, там несколько инженеров, я просто знаю, работают именно над низкочастотным излучателем, добиваясь повышения эффективности при понижении резонансной частоты, уменьшения кроликного объема, то есть адаптация динамика для работы в маленьком объеме, но умеренном, убористом таком оформлении, и развивать при этом высокое звуковое давление, в частности на низких частотах тоже, а Фил Джонс это как-то по-своему решает, он из таких динамиков 6,5-дюймовых и даже из меньших делает такие массивые блоки для бас-гитары. Ну, бас-гитара и домашнее аудио это довольно разные вещи, вот, но просто я к тому, что опыт у него обалденный, примерно предельный какой-то, допустим, я не знаю, есть ли бас-гитарист у Ноймана, любитель наверняка есть. Если кто-то видел мои видео с вечеринки у Клиппеля, то там в подвальном помещении у нас была вечеринка и весь вечер лобал вокально-инструментальный ансамбль из сотрудников компании, причем пробиться, ну, я тоже хотел поумничать, спеть что-нибудь там или сбрынькать, но до меня реально, ну, это, у меня не было шансов, потому что ребята играют потрясающе здорово и по-своему интерпретируют и импровизируют, да, молодцы, конечно. Так вот, у Ноймана наверняка тоже есть такие люди, но все-таки Фил Джонс это величина своеобразная, а с другой стороны Нойман это величина куда больше, а Фил Джонс играл, что он Коллинзом, хорошо ли это, я не знаю. Наверное, хорошо, Филу Коллинзу и Филу Джонсу, давно его не видел, кстати. Итак, посмотрите, обзор позаражался, напишите свое мнение. Сначала вспомним о конструкции Фила Джонса, маркированной здесь как Adifier A300 Pro. Важно отметить двухполосный симметричный концепт с биампингом, уникальный ленточный твиттер с рупорным оформлением, хотя напомню, что, в общем-то, у него у всех мониторов эти именно твиттеры именно с рупорным оформлением используются, то есть инновации тут как бы не столь очевидно. 6,5-дюймовый басовик с алюминиевым диффузором и катушкой, намотанной методом Андерхунг, почему-то названная сабвуфером. Прочный, действительно крутой корпус, толстыми стенками 25 миллиметров, это круто в самом деле, что сказалось на весе и массивности, цельности этого корпуса системы резонатора. X-MOS со всеми вытекающимися плюшками, примыкающими, вернее, к нему плюшками. Quadcom 5 серии версии Bluetooth, поддержка 5X HD. Куча возможностей подключения, включая высокое разрешение до 192 килогерц по цифре. Подключение это и AUX, USB и оптический коаксиальный Bluetooth. Балансный вход, небалансный вход, соответственно, просто на разъемы RCA. Все это вы можете посмотреть в обзорах этих систем, кому более детально это будет интересно. Параметры перед вами, смотрите кому что важно. Важно, что частотный диапазон заявлен 40 герц-40 килогерц, что без указания неравномерности вообще ни о чем. Не хочется комментировать этот параметр, в то же время покажу этот параметр у Ноймана. Вот, вот, вот. А вот эта цифра 0,8 дБ плюс-минус. Так я вообще за гранью сознания не прошаренному аудиолюбителю. Напомню, что 1 дБ – это минимальный интервал громкости, различимый человеческим ухом. Итак, студийный монитор Нойман референс-класса с биампом, DSP-процессором, глубокими басами и выдающимися разрешением. Характерен линейно-частотной фазовой характеристикой, механизм DSP для повышения производительности и автоматического выравнивания отдачи в помещении. Глубокий низ, можно отметить от 39 герц, напомню про плюс-минус 0,8 дБ. И высокий уровень звукового давления, в том числе на низких частотах, что архиважно. Аналоговое и цифровое подключение. Вообще, суть мониторов, все студийные мониторы, Нойман в том числе, характеризуются. Должны быть, должны иметь высочайшую линейность, наименьшее искажение, отсутствие окрашивания, идеальной адаптации к любой акустической среде. Это позволяет вам слышать каждый нюанс микшируемых треков. И само микширование становится намного быстрее, проще и точнее результат. Я как-то говорил о быте на той форме оптической звуковой линзы, которая с твиттерами Нойман используется. Это именно для того, чтобы сузить диаграмму направленности, в частности, по вертикали. Для того, чтобы уменьшить паразитное отражение, например, от пульта, потолка и так далее. Чего не делается обычно в бытовой технике хай-фай, так называемой. Ладно. Далее. Эта модель имеет исключительную линейную частотную характеристику. Ну, это мы уже смотрели, это 21 кГц плюс-минус 3 дсб. Мало того, он также линеаризирует фазовую характеристику. Что означает чистую середину с удивленной прозрачностью. А также исключительную точность во временной, ну, переходных процессов. Точное воспроизведение импульсов и точное разрешение реверберации. Все это отличает мониторы от колонок. Прошу это особо точно понять, попытаться проанализировать, примерить к своим потребностям и сделать соответственные выводы. По подключениям, кроме аналога и цифры, это модель, совместимая с сетевыми протоколами S67, генерируемая Dante. Это нужно для студийных дел профессионального аудио. Вам оно, безусловно, не интересно. Однако, конечно, все это входит в стоимость монитора. Тут ничего не скажешь. Однако, между прочим, в Adifar в стоимость входит еще и дополнительная куча интерфейсов, которые вы вряд ли будете использовать. Из моего опыта каждый человек использует какой-то один, ну, может быть, два вида интерфейсов, как максимум, значит, вы платите за остальные. А как бы в воздух. Давайте послушаем теперь, как звучат на старом наборе трековые обе эти системы. Напишите комментарии. Смотрите, пожалуйста, на графики, которые сопровождают воспроизведение. Хоть и материал довольно примитивный, это MP3, взятый из Ютуба, из бесплатной библиотеки Ютуба, но оно, благодаря графикам, оно визуализирует то, что вы слышите. И, возможно, внесет какую-то ясность, что значит каждый из тех свойств, которые мы перечислили при обсуждении этих моделей. Ну и затем пока, ну все добре, auf Wiedersehen. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»